здравствуйте добрый день как видно вам да да отлично вас видно ну вот хорошо давно хотел с вами пообщаться ну давайте пообщаемся меня зовут андрей мне 20 лет я с самого детства хожу в церковь и вот никогда у меня не было такого что я с этими так сказать с разными конфессиями не имел дела вот и здесь у меня появился друг баптист у нас начались как сказать такие разногласия я говорил ему не раз давай лучше не будем эту эту тему затрагивать чтобы не поссориться но все равно он любил меня так как доказать свою правоту а вы себя считаете каким я православный у нас все записывается выставляется в интернет вы не против отлично все я говорите я я слушаю вас я 54 года занимаюсь сектантами миссионерская работа я прекрасно это знаю я смотрел ваши видео мне очень нравится как вы разговариваете с сектантами очень нравится вот я давно хотел с вами поговорить вот первый вопрос насчет икон баптисты очень так говорят вы язычники и иду поклонники вот потому что вы кланитесь перед иконами как это можно объяснить вот он не с откровения говорит там что не делай себе изображение там не что выше неба там что ниже земли там ни женщины мужчины вот как можно как можно объяснить ему что иконы это не идолы очень просто во первых вы зарядите на нашем ю тубе иконы это не идолы и вы найдете там полный ответ а просто в нескольких словах можно сказать скажите а где вы это узнали он покажет не откровение а исход 20 глава и надо точно так теперь вы задавайте им вопрос скажите а христос был и дал опоклонник а они скажут нет он сын божий он значит его слово всегда остается вчера сегодня во веки тоже да они я знаю как они будут отвечать скажите а он в храм ходил ну как не ходил его в храм принесли обрезать дальше считаем и третью главу деяния апостолов после сошествия духа святого апостолы ходили в храм и однажды в начале своего служения господь выгнал из храма людей и говорит домой сделали вы вертеп это домом торговли а в конце это последняя страстная неделя понедельник называется вертепный он уже назвал вертеп разбойников но горит дом мой он не сказал что идольское капище домой дома молитвы наречется а как он устроен был в этом доме который называет своим были иконы иконы от пола до потолка внутри и снаружи у нас еще такого нет у нас только внутри вот если он признает это вы ему скажите вы это признаете или нет он скажет нет там не было икон а вы откройте ему книга пророка языке или 41 глава 17 стих и когда вы это откроете ему посмотрите на его глаза скажите это в новом завете апостолу после сошествия духа святого они в капище не пошли бы они приходили написано и кланялись давид говорит поклонюсь святому храму твоему а храма то еще и не было когда он говорил а то соломон построить его сын то есть даже ожидая строительства храма он заранее кланялся но тогда был первый храм и он тоже был наполнен образами мало того там были валы море на 12 валах мало того там были нечистые животные львы и однако слава господня наполнила храм так что стоять не могли священники и вышли бог приняла бактисты не признают скажи вы кто такие теперь переходи в атаку бог установил сделать поведенному на небе они этот чертеж получили сделали а вы еретики вы забудьте слова конфессии динаминации таких слов нет библии это лукавый пристроил есть истина есть ересь а еретика после первого второго разумления отвращайся знаю что такое развратился и будучи самоосужден грешит он самоосужден и весь разговор с ним вот так вот там был я вот раз как один и шел по городу и батюшку встретил и вот он там на базаре сидел батюшка там наверно собирал деньги там на ремонт храма он там записывал имена наверное за здравие читает и вот я его спросил стоит мне вот вообще этим человеком он батюшка мне сказал если очень как сказать если очень он строит с тобой лучше с ним общение правильно ответили правильно ты будешь заражаться за разным человеком рядом с прокаженным побудь и коснешься и прокаженные должны быть за пределами города эти прокаженные сектанты они за пределами церкви христовой православная церковь идет от апостолов они возникли спустя 16 столетий да где-то до церкви они лгут они все лгут динаминация конфессия лгут это сатана скрыл рога а ты шиби скажи только истинный ересь вы еретики и он от тебя отскочит больше разговаривать не будет да да такой человек как сказать я вот например человек такой если насчет религии я не люблю спорить потому что так как есть так есть ну что спорить а вот он он хочет доказать я могу ему говорить вот например за этих этих святых я говорил что мощи а он не говорит что мумия тоже не ну тоже как бы не там много лет и она ну вы поняли ничего с ней не суть не случилось так само как все эти святые потом начал говорить не за ленина тоже что он а я говорю ленина каждый год они же там делать процедуру специальную чтобы он не это не сгнил как можно говорить да ну как так можно говорить вы посмотрите сколько святых там больше тысячи святых есть канонизированный да да это так я еще 173 173 запиши себе я это знаю 1673 это вот у нас даже есть у деревни я вот знаете откуда я я с черновцов я смотрел видео и вас там есть там с черновцов и там с человека с ним встречались там смотрел видео что и вот у нас здесь был такой он монах он как сказать он мог сказать наперед что ты к нему мог прийти ну то есть он знал что ты ему мог пути все что он знал что ты по нему говорил он может сказать тебе такого ты придешь перейдешь к нему он тебе сказать все что ты думал про него все что ты говорил про него то есть как сказать так и он был он не изгонял бесам. Но истина доказывается не этим. Истина доказывается Святой Библии. И по Библии мы видим, где они, допустим, баптисты говорят нормально, или там 50-ники, а где ненормально. Мы не отстекаем так, чтобы раз, вот, плохой, и все. Даже вот Невзоров, он уже прямо сатанелый нападает на церковь-то. Но у него часто бывают здравые мысли. Я говорил, что собрали бы там Чаплина, других, Кураева, и отправили к нему, чтобы он высказал нам все наши мерзости. А потом это вынести в синоде. И что сказал правильно, поскорее убрать эти ошибки. Враги нам лучшие друзья, поговорка говорит. Он очень хороший человек. Я вам говорю, если не религия, ну, вот, то есть это его секта, он вообще был бы отличным человеком. Отличным человеком. Это не кует, не пьет. Ну, я так само. Я так же не курю, не пью. Я никогда не пробовал. Ну, где-то пил немножко где-то там на праздниках, но не так вообще ничего. Стараюсь ходить в церковь каждое воскресенье. Вот что еще? Он мне говорит, что вот вы там, ваш батюшка, вот, ходит там, деньги собирает людей там, вы там, жертвуете батюшке. Это так меня задело, что нас, ну, как так можно говорить? Я не понимаю. Батюшка себе забирает. Это, я не могу. Я говорю, ты невинно плохо знаешь нашего батюшку. Вообще, это, я вот ему говорю, говорю, не надо, не говори лучше. Ты грех делаешь. Человека там, ну, ты не знаешь человека, а его оскорбляешь. Там вы, там, говорит, ваш батюшка придумал, что там детей нужно крестить. Вот, придумал, что ангелохранитель дается человеку, когда хрестят, его, вот, говорит, где в Библии пишет, за ангелохранителя, вот, когда дается при хрещении детей, детям. На каждый вопрос вы можете ему ответить. Скажите, крещение в Ветхом Завете было прообразовано чем-то? Ветхий Завет был прообразом. Там ягненок, здесь Христос, Агнец Божий, берет на себя грех мира. Там был жертвенник, здесь крест. Там все было. Там ковчег, в нем лежала, лежали скрижали слова, а у нас ковчег это Божья Матерь. Почему мы ее почитаем? Вот почему в первой книге царств, когда заглянули они, там, жители Бевсомиса, и Бог убил 50 тысяч и 70, сектанты попадают под это. Они над Божьей Матерью изгаляются. Вот он говорит, а вы сразу остановитесь, скажите, церковь прообразована была в Ветхом Завете или нет? Он не знает. А вы им откроете первое послание Петра, третья глава, там, с 21 стиха, 19-го. В Ветхом Завете был ковчег. Ковчег, который мной спасся. Для нас ковчег это церковь. Церковь, не секта, ерес. Почему он так? Да потому что он никто. А они, потомки Дафана, Верона и Корея, чисто 16-я глава. Они живьем в ад провалились. Большего греха нет, чем отделение церкви. Нету большего греха. Большего наказания на земле не было, чтобы живьем в ад. И вот ему тут как раз и сказать. Если Израиль получил указание обрезывать в восьмой день, а обрезание означало крещение, в послании к Колоссиным Павел пишет, то это означает, что мы и крестим ребенка, потому что это новозаветнее. У него есть прародительский грех. Ему открывает дверь к благодати, его можно прищищать. И поэтому... Но только крестить, конечно, надо там, где истинно верующие родители. Не профанация. Об этом Дмитрий Смирнов много говорит. И правильно говорит. Вот так. Беда в том, что он, как сказать, не верит этим святым, что они когда-то там говорили. Понимаете, он верит Библии. Я ему говорю, там, Иван там, Иоанн Затуус говорил так. Он, кто такой Иоанн Затуус? Кто такой? Я не знаю. А с сектантскими книжками у них наполнено все. Бокмелдеры разные, Каревы, Каргали. Я знаю их авторов, которые есть. И их там море. Почему? Потому что это проамериканская секта. Они мозги промывают, говорится, все. А то такие Златоуст. А ты не знаешь, что Бог поставил одних пророками, апостолами, в третьих учителями? Учителями. А где ваши учителя? Они ни одного не могут назвать. Нет учителей. А у нас, скажи, мы апостольские христиане, евангельские. У нас есть. А вы секта еретическая. У них этот, как его, Джон Гримм, сам себя рукопот. Джон Смитт. Да, Джон Смитт. Билли Грейм, там они все эти авторы, это все американцы. Мало кто немецкий, американский. Трижды себя крестил, представьте себе. Трижды себя крестил. Это как так можно сделать? А он мне говорит, он мне говорит, как сказать, он мне говорит, ну что моя церковь имеет общего с ним? Как что? Он же сделал вашу, вы живете, ну, живете по его правилам. Так сказать. Понимаете? Он так установил. Если мы будем говорить с адвентистами седьмого дня, мы никак не обойдем у Ильяма Миллера, и Лену Уайт, и все американцы. И они запустили. У баптистов нет икон. А зачем отделились от них адвентисты седьмого дня? А от них отошел святой остаток. А дальше идут пятидесятники. Их 50 разных толков. Харизматы. Валяются, лают, крещат, беснуются. И как эта перевалочная база с запада, это Украина сегодня. Это источник всякой нечистой птицы. Все секты там. Это филареты, которые там, Денисенко, вот это Журавлев Сергей, Бинни Хэн, там приезжает этот, Сандей. Все там? Я с Украины с вами 100% согласен. Я за правду. Я не буду за Украину, там вот так вот. Ничего подобного. Я за правду. Так как есть, так вы говорите, это абсолютно вы правы. Это хорошо. Что еще? Вот я иду вот перед церковью, там у нас у Городичей, ну это такие соборы есть красивые, большие. Иду, перехрещусь. А он мне говорит, зачем ты это делаешь? Я говорю, ну, я поклоняюсь храму. А он говорит, как, зачем? Ну, я, а мы вот Богу поклоняемся. А вы, да. Он мне говорит, мы Богу поклоняемся, баптист. А я говорю, ну, мы как бы, ну, уважаем это. Он говорит, вы зданию поклоняйтесь. И язычники, он говорит, вы поклоняйтесь изображениям. У вас есть много богов. Знаете, вы покажите, скажи, когда прокаженный был, им надо было вот так лицо закрывать и ходить, кричать, кричать, что прокаженный. Нечистый, нечистый, нечистый. А он кричал пять лет, а потом говорит, а то вы все нечистые. Сорвал повязку и бросил. Вот это вот сектанты. Их никто не признавал. Скажи, баптисты, евангельские христианы, а евангельские христианы отдельные, христиане евангельской веры. А это кто? А прохановцы кто? Икон нету. Не в иконах дело. Дело в сатане. Конечно. Вот у нас есть иконы, которые плачут. Есть, что кровоточат. Это чудо такое. А он не говорит, что там специально, батюшка прокалывает глаза полкой, и потом из-за этого начинает текти там, ну что там там, есть, там, жидкость какая. и он специально так делает, и люди видели. Говорит, боже мой, я не могу это описать. Понимаете, насколько человек, ну, демон не хочет, чтобы человек это верил. Понимаете, это, 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 там у нас есть такие, кровоточивые иконы, что, ну, никто не может пояснить это. Не может пояснить люди. А он начинает говорить, там, он говорит, что там в лаборатории брали икону, не хотели давать лабораторию икону. Почему не хотели давать лабораторию икону? Он не говорит, почему? Потому что это все ложь, это все ложь. Все это ложь. А знаете, я вам сейчас просчитаю, слушайте внимательно. Что-то он говорит и правильно, но не знает, как сказать. Это комсомольская правда. Себе запишите 19 марта 2003 года на странице 18 и 19 и заголовок. Почему мира тащат иконы? Бог или дьявол подает знаки? Сегодня, в 1999 году комиссия по описанию чудесных знамений, происходящих в православной церкви, в состав комиссии входят, это от патриарха, священники, профессиональные физики, химики, биологи и историки, сопредседатели комиссии архимандрит Иоанн Экономцев, ректор Российского православного университета и Павел Флоренский, профессор геологии, московской геолого-разведочной академии. И вот как они отвечают на вопрос корреспондента. Кавычки открыты. Не сочтите за грубость, но наш народ стал слишком тупым. Это архимандриты говорят. И Бог наш как бы подает знаки, чтобы мы задумались о своей душе и вернулись к вере. Хотя, возможно, другое объяснение. Из истории церкви мы знаем, что мироточение может быть не только божественным знаком, но и проделками демонов. Возможно, в потустороннем мире где-то просто издеваются над нами священниками. А мы ломаем голову над тем, что это происходит. Это уже ответ данный. То есть, мы, ну, было и было где-то, мы к этому не привязаны. Вот они, что говорят, мы даже реально посмотреть. Вот он о чем там еще говорит. Там, о мощах, где. У меня много материалов поставлено о мощах, по житиям святым. Резать мощь ни один святой не разрешал, ни один. А запрещали многие. Притом, Симеон, столбник, он был дружествен с патриархом. И когда хоронили, патриарх решил у него от бороды оторвать там волосинки, может, две. И рука его сразу отсохла. Рука патриарха отсохла. А сегодня режут, кромсают. Дальше считаем Матрона, одна такая была на острове, за ней ухаживал, там привозил ей пить, есть, она умерла. Они решили руку отрезать и поехали. Поехали, корабль на одном месте стоит. Вернулись назад, руку приложили и корабль двинулся с места. Тут надо быть внимательным. Нигде не заповедано нам это делать, но мощи должны быть захоронены с великой честью, подобающей им, с патриаршем, хором, с пением, там где под храмом Христа Спасителя. Ну, они знают, как лучше сделать. А резать этого нигде не разрешено. Вообще нету нигде. Нету, даже намека на это нету. Поэтому он говорит, а вы знаете, что ответить? У нас мощи посчитаются. И ты, проходя мимо храма, поклонился ему. А он не знает, скажет, для тебя храм ничего не значит, не значит, коммунист не кланяется, ты не кланяешься. А чем ты? Все исты, баптисты, коммунисты, атеисты, они не кланяются. Ты его осади немного. Вам хвалиться нечем, вы лжете. Христос сказал, врата ада не одолеют церковь. А вы говорите, церковь кончилась. Это вы ее обновляете. А Господь говорит, врата ада не одолеют, врата ада. А врата ада это гонители, сектанты, еретики. Вам не одолеть церковь. Да, да. Вот так отвечаете. И даже вот я нашел в интернете там Олах стеняю такой есть батюшка такой очень интересный я смотрел видео, как там он ввел дискуссию с харизматами. Я знаю, видел. Видел, видел. Так они даже писания не знают. Он по Библии все им четко это рассказывает. А они все равно свои. Ну у нас есть много аргументов, у нас есть много аргументов. Ну какие, если по Библии вот писание все доказывает батюшка. И они все равно свои. Они все равно свое там ну не как сказать не что-то замыкает. Замыкает что-то. Можно что-то оказать человеку. я не знаю как. Да, да, что-то я не замыкаю. Замыкает. Ладно. Все пока. Если слышите, то больше тогда не выходите. Ничего не слышно, ни слова. Все, все отошли. ладно, другой раз. С Богом. Не слышно ни с Его. А ну, слушайте, слышно? ок aspи- н τηы. Продолжение следует...